Всем привет! В России уже в самые форменные 90-е стрельба, рейдерские захваты, чеченцы воюют с российскими ментами, кадыровцы, правильно сказать, воюют с ментами. В общем, ого-го! Сейчас покажу вам и видео, закачайтесь! Не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте то, что я сейчас вам расскажу. Итак, в России продолжается корпоративный конфликт и рейдерство вокруг компании Wildberries. Это такие семья Татьяна и Владислав Бакальчук. Семья разошлась, Владислав Бакальчук побежал к Кадырову, чтобы вместе с Кадыровым отжать бизнес у своей жены, которая его когда-то создавала, Татьяна Бакальчук. Еще у них семеро детей, конечно, жесть. Я делал видео об этом, ссылку оставлю в описании. Там очень смешное видео, когда этот Владислав Бакальчук прибежал жаловаться на жену Рамзану Кадырову. Господи, какой позор! И тот рассказывает, значит, где место женщины и прочее. Трэш! Но на этом все не закончилось. И, естественно, рано или поздно, взяв группу чеченцев, Владислав Бакальчук пошел захватывать офис Wildberries. Это произошло буквально сегодня. Там, напомню, история, что происходит слияние группы Wildberries с группой Rus. Муж Бакальчук говорит, что это все райдерский захват. Братья Мирзаян. Те говорят, что это он вообще подонок-негодяй. Ну, в общем, капец. При этом сделку о слиянии одобрил фактически лично Путин, потому что курирует ее помощник Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин. И, в общем, сегодня неизвестные переехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. Они пытались прорваться в офис, их не пустили. Завязалась потасовка. Посмотрите, как это было. Посмотрите еще. И посмотрите еще. О, господи, а кто это? О, ранили, походу. Ранили? Господи, иди, мы все уходим, и тоже надо снять. Фильм снимать. Да. Это ужас какой-то. Кого-то ранили. Ой-ой-ой. Ведут. Блин. А что в новостях видишь, ничего? Нет. Странно, странно. Друзья, не ранениями все закончилось. Там двое уже погибших. Убили двух человек в центре Москвы. Еще задержано порядка 30 человек. Возбуждены уголовные дела по статьям убийства. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Незаконное приобретение и хранение оружия. В списке участников всего этого беспредела три бойца есть, например. Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид Коодзев. Последний мастер спорта, чемпион России, чемпион вооруженных сил Российской Федерации по боксу в тяжелом весе. Все они пришли вместе с Владиславом Бакальчуком. Со слов Владислава Бакальчука, на него его команду пытались совершить нападение, когда они приехали на переговоры по остановке строительства склада компании. Мы пришли с четким планом действий, ну да, мы видим с бойцами Абубакаром, Умаром и Рашидом, передать официальные документы и обсудить важный вопрос строительства новых складов, которая приостановлена из-за указаний Роберта Мирзаяна. Это говорит Бакальчук. Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны. Охрана бизнес-центра отказала в пропуске меня и моих коллег, используя нелепые оправдания, как будто мы не какие-то непонятные люди в гражданском университетном присутствии сотрудников полиции. Параллельно с этим к офису в Айлдберрис с другой точки в бизнес-центре Искра парк также приехали неизвестные. В общем, Бакальчук говорит, что группа людей под руководством ее мужа Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы в Айлдберрис в Москве. После всего этого Владислав, то есть у Бакальчука не получилось с помощью кадыровцев на скоком захватить офисы, поэтому он ушел с территории головного офиса в сопровождении охраны своего адвоката. Ну, в общем, отхватили по полной, двух человек убили, ну что это для них мелочь. Нормальная Москва, нормальная Раша. Ну и вообще это неудивительно, конфликты между кадыровцами и русскими ментами и прочими правоохранителями возникают каждый день. Вот вам еще одно видео, и вон, зацените, как российские менты заламывают кадыровцев, а те кричат, что за них воевали, и сука, ой-ой-ой, послушайте. Блин, дергайся, б***ь! Ты ломаешь, б***ь! Задерживай ты, короче! Задерживай ты, короче! Задерживай ты, короче! Задерживай! Ломай! Нашел! Нашел! На капот! На капот, б***ь, казахи! На капот, б***ь! Казахи были оттручные. Сопротивление оказывать не надо, тогда не будет ничего. Пускай сотрудники опормиручиваются. Да, да, пускай опормируют. Пускай, что тебе, кунду, ссуку. Да, да, пускай, если вы шнете, б***ь! Молодой человек, я сдать его, б***ь, душа. Пл***ть, б***ь! Задерживай! Знаете, я не хрупя, ни-б***ь! А вы казахи, б***ь! Да, в жёб, б***ь! Да, в дев-хой, б***ь! С目, б***ь! ДАМАЙ, БЛ***ь! Соли, ты че, не-фой! Соли, не сотрудники ставили, если. Ай, б***ь! Не больно, б***ь! Я стеку, п***ь! Спасибо?! Ай, кровь! Баба ехать, баба ехать Баба ехать Баба ехать Звольте, чем падет на берег Точит свой кинжал То ли бабка просчитала Все наоборот Молодь знали И ее народ Охватила Лаван пар Мы за вас воюем А вам только надо Стоп 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 Спротивление Скабли сотрудников Все, все, спасибо Спасибо Баба ехать Ну вот так вот у них происходит жизнь Вот такая страна, которая претендует на то, что она в 21 веке Где они, вы сами понимаете Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете И когда этот котел уже разорвет полностью Господи, чем быстрее, тем лучше Чтобы они перестали мучить весь мир Да и самих себя своим безумием Пишите в комментариях, а мы держим строй Подписывайтесь на канал Допустыми Подписывайтесь на мой канал